Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Сегодня мы будем с вами разбирать чемоданы после отпуска и заниматься уборкой. Попросила Лешу погулять с Машулькой, чтобы у меня была возможность навести порядок в комнате, протереть пыль, заправить кровать и приступить к разбору чемоданов. Но Машулька вместе с Лешей к нам присоединятся чуть попозже, погуляли они недолго. Первым делом заправляю кровать и протираю пыль с прикроватных тумбочек. Вообще у меня чемоданы стоят уже несколько дней, я достала только все самые необходимые, гигиенические какие-то принадлежности, а вот до разбора чемодана еще руки не дошли. Поэтому будем сегодня делать это вместе с вами. Я уже вчера помыла пол, пропылесосила все, сложила коврик, на котором Машулька играет, нужно будет его помыть. Ну и буду протирать пыль, потому что перед отъездом мы оставляли окно в спальне на проветривание, но и пыли налетело достаточно. Сначала протираю все влажной тряпочкой и потом вытираю насухо бумажным полотенцем. Мне так нравится сейчас это делать, особенно вот, допустим, с стеклянными нашими прикроватными лампочками, вазочки так протирать очень удобно, сразу все сухое, никаких разводов и нигде не остается никакой пыли. Протираю туалетный столик, параллельно раскладываю вещи по своим местам, потому что, ну, пока что, конечно, такой у нас хаос пока из вещей после того, как мы вернулись, хотя вроде бы вещей я брала не очень много, но вот одежды, кстати, я бы взяла бы еще поменьше, но дети у меня, допустим, уже взрослые и со своим мнением, на мои уговоры давайте возьмем вот это, 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 все равно больше вы ничего носить не будете, нет, и тем более же девочке нужно просто наряд и платье на каждый день, на каждый вечер, вот, поэтому одежды много, но, как я и думала, носили они несколько вещей, но вот зато стирки будет не так много, а вот вещи, которые просто мы свозили туда-обратно, нужно будет как-то погладить, отпарить и, я думаю, таким образом освежить и вернуть на свои места. Ну, и, кстати, под предыдущим видео спрашивали, Катя, почему же вы не поделились вашими сборами в отпуск, как собирали чемоданы, честно, вот, ну, как бы и время так не было, ну, и особо настроения не было, что-то снимать, и, как я вам говорю, когда у меня нет ресурса, нет настроения, я обычно не записываю видео, потому что, так или иначе, я думаю, вот эта вот энергия, она все равно считывается, считывается зрителям, пускай и не каждым, но, тем не менее, как-то вот видео пропитывается определенной атмосферой, поэтому я люблю к вам выходить в хорошем настроении и делиться вот этим позитивом вместе с вами. И, кстати, вчера я не разбирала чемоданы, но мне так захотелось прошуршать ящики и избавиться от лишнего, я перебрала комплекты постельного белья, убрала, чтобы не занимали они место, те, которые не очень нравятся, которые я очень редко стилю, думаю, зачем они мне нужны, вот, предложу либо маме, может быть, ей что-то понравится, или отдам просто в добрые руки, потому что они фактически новые, я не знаю, на одном, так мы вот, может быть, спали всего несколько раз, ну, не знаю, насколько это вот так этично, гигиенично отдавать такие вещи, но вот, мне кажется, люди, которые остались, допустим, без жилья после пожара, они, в принципе, рады будут всему и любой помощи, что вы, кстати, думаете по этому поводу. Знаю, что можно дать в приют, но комплекты практически новые и небюджетные. Ну что, сейчас начнем с вами разбирать чемоданы, но у нас не чемоданы, а такие сумки. Мы их заказывали, они специально идут для автобокса, то есть там, таким образом, можно все эргономично расположить, и плюс, вот, в отличие от чемоданов, ничего не будет болтаться по самому боксу. Мне они, признаюсь честно, вам не очень нравятся, ну, хотя они такие вместительные, большие, мне больше нравятся все равно чемоданы, но Леша за практичность, поэтому у нас вот такие сумки. В комплекте там идут 4 сумки разного размера, но, естественно, вот нам было бы достаточно двух этих сумок. В одну мы положили коляску, такую прогулочную для Маши, но вот нужно было как-то заполнять, пускай там не доверху, но все, опять же, чтобы сумки не болтались по боксу, в общем, для большей безопасности. И для удобства сбора чемодана я использую органайзеры. Заказывала я их несколько лет еще на маркетплейсах, они у нас разного цвета, чтобы, знаете, сразу можно было идентифицировать, здесь детская одежда, это такие розовые боксы, а здесь наши с Лешей вещи серого цвета эти органайзеры, и вот, по-моему, Машину одежду я тоже положила в такой органайзер, ну, просто потому что заказывала в свое время два комплекта, и как раз вот они для девочек у нас, для Машульки не заказывала. И часто спрашиваете, где Белька, где Белька, где ваша собачка? Вот, пожалуйста, она такая маленькая, беленькая, и очень часто просто, ну, я понимаю, там, вы смотрите видео фоном, еще как-то не замечаете, но вот она сегодня во всей красе тут разбирала чемодан вместе со мной и Машей. Как я вам и сказала, одежды сейчас сортирую, ну, вещи, которые одевали даже хотя бы один раз, я все равно отправляю в стирку, вот, а то, что новое, чистое, ну, в смысле, не новое, а чистое вообще не одевали, естественно, я просто думаю, отпарю и разложу все по местам, ну, или, скорее всего, девчонок своих попрошу, чтобы они этим занимались. Ну, и заодно отвечу на вопросы, которые были и часто повторялись в комментариях с видео, которые про отпуск. Очень многие спрашивали про море, какое море. Маша вот у нас, когда мы пришли первый раз на море, она вообще отказалась спускаться с лежака, к морю вообще категорически отказывалась она подходить, хотя мы там хотели, чтобы она хотя бы ножками постояла, и песок, видимо, ей был неприятен, ну, я не знаю, вот почему, ну, вообще такая категорическая реакция, то есть я никуда с лежака не уйду, и, соответственно, либо я, либо Леша должны были с ней находиться. Вот, плюс, вот один день у нас был, ну, мы не каждый день, сразу хочу сказать, были на море, и там прям было очень много водорослей, ну, вот это зеленые, что это, водоросли, наверное. У нас даже, когда Софийка пришла такая, говорит, что это за сопли троллей. Вот, вот знаете, как скажет, так скажет. Вот, поэтому я с Машулькой вообще-то не ходили на море, ну, потому что отказывалась, отказывалась там спускаться с лежака. Леша ходил несколько раз с девчонками, девчонки купались, когда-то было больше водорослей, когда-то меньше, но мне вот море в Анапе не очень понравилось, скажу вам честно. Вот, поэтому мы проводили время больше у бассейна. Кто-то говорит, что за глупость ехать за столько километров и не купаться в море, ну, вот дети не хотели. Маша категорически отказывалась вообще на пляже находиться, ну, вот, ну, что теперь, да, конечно же, хочется и купаться в море. Я просто помню себя самому, когда ездили отдыхать, я всегда купалась в бассейне, мне море было абсолютно неинтересно, и также вот там или мои родители, или бабушка с дедушкой, да, когда с кем ездили, находились со мной рядом с бассейном, потому что мне неинтересно было купаться. В бассейне можно прыгать, нырять, в общем, брызгаться, плескаться. Как-то так, девочки. Тут на эти сложилось и желание детей больше проводить, а времени в бассейне и не суперклассное море. Вот, ну, а мы просто поехали даже для того, чтобы сменить обстановку, сменить атмосферу, переключиться и немножко отдохнуть. Кто-то пишет, что отдых с тремя детьми – это не отдых, но вот по-тотфу, ну, Машулька просто настолько чудесно себя вела в отпуске, у нее был четкий режим, и как-то то Леша с ней покупается, то я, то девчонки с ней поиграет. Реально нам удалось вот расслабиться, отдохнуть. Конечно, это не сравнится с отдыхом, когда ты полностью предоставлен себе, но у нас вот это было настолько давно, что я просто и не помню, чтобы мы, знаете, только вдвоем где-то долго отдыхали. Все равно, когда ты живешь постоянно с детьми, и дети еще не такие взрослые, вот, видите, Машулька совсем маленькая, сравнивать, скажем так, не с чем, поэтому кажется, что и так хорошо. Ну, и спрашивали по поводу, там, реклама, не реклама, нет, дорогие, это не реклама. Я думаю, что уж сейчас точно все прекрасно понимают, когда это реклама, потому что будет очень много раз и четко произноситься и название, и локации, ссылки будут оставлены, а после просмотра моего ролика почитайте комментарии, многие люди не расслышали, не услышали, как называется отель, не поняли, где мы вообще отдыхаем, где там находится, поэтому нет, нет, это не реклама. В подготовках в школе всегда хлопотное и затратное занятие, поэтому подготовку я начинаю заранее, тем более, что с малышом на руках, особо по магазинам-то и не походишь. Как хорошо, что есть мегамаркет, и мне не нужно никуда ехать, а я могу наслаждаться шопингом и своего уютного дома. Здесь миллионы товаров, от продуктов питания до крупной бытовой техники. Тысячи продавцов, бесплатная доставка, возможность примерки перед покупкой, в общем, все условия для комфортного шопинга. Я присмотрела вот такой набор для первоклассника и пенал. На них отличная цена и скидка на мегамаркете. А еще и повышенный кэшбэк до 50%, бонусами Сберспасибо, на детские товары до конца июля. Ими можно оплачивать до 99% от стоимости следующей покупки. Смотрите, мне с моей покупки на 1948 рублей мне вернется 605 бонусов, которые я могу потратить на приятный подарок в честь начала учебного года уже в следующем заказе. А промокод Мега Детки даст скидку в 1000 рублей на первый заказ при покупке от 4000 рублей. Порадуйте себя и своих близких покупками на мегамаркете. Ссылку и промокод ищите в описании под видео или сканируйте QR-код с экрана. Девчата, ну я разбрала в принципе все сумки. Вот убираю все, все там запаковала уже, чтобы Леша убрал на хранение. Убираю пляжную сумку, то, с чем девочки купались. Также мне нужно убрать коробки. Обувь покупала перед отпуском, заходила в иконику, купила шлепки, босоножки. Еще что-то я купила. Забыла девочки. А, сандалии я еще купила, да. Классные, как раз там скидки были. В общем, купила себе три пары новой обуви. Но, вы знаете, у меня такой вкус, более классический что ли. Поэтому обувь у меня служит вот до тех пор, пока что-то с ней, знаете, не произойдет. Как-то она уже потеряет свой внешний вид или еще что-то. Потому что выбираю такие преимущественно классические модели, которые можно носить из сезона в сезон. Ну и убираю чистую одежду, которую просто нужно разложить по своим местам. Ну и погладить, отпарить, как я вам уже и сказала. И давайте, знаете, какую с вами тему обсудим. Потому что сейчас частенько мы встречаем такие комментарии. Катя, говорят, YouTube заблокирует, что делает, его замедляет и так далее. Смотрите, мое мнение по этому поводу. Насколько мне известно, замедляет его только на компьютерах. Но с компьютера смотрят очень маленькие проценты. Это можно, например, мне посмотреть по статистике. Все-таки большинство людей смотрят через планшеты, телефоны, через гаджеты. И пока его совсем не отключат, никто ни на какую другую площадку не будет переходить. Потому что YouTube это самая большая соцсеть в России. Комфортные люди к этому привыкли. Поэтому, девчата, я веду еще активно только одну соцсеть. Это Telegram. Ссылочка на него есть в описании под видео. Переходите, подписывайтесь. Если вдруг такое случится, что с YouTube что-то станет, то вот я, может быть, там буду выкладывать видео. И, может быть, там мы решим, на какую площадку удобнее и комфортнее будет перейти. И мое мнение, что пока работает YouTube, вряд ли кто-то будет смотреть на другой платформе, чтобы переходить. Поэтому я предлагаю решать проблемы и вопросы по мере их поступления. Вспомните, как несколько лет назад, буквально, я не знаю, каждую неделю, были новости сенсации. YouTube закрывает, блокирует, какая-то паника, ажиотаж. Мы не знаем, мы не знаем, пугает, не пугает, будет ли на самом деле. Давайте вернемся к этому вопросу по факту. Пока подписывайтесь на Telegram канал. Ну что, у нас по вещам. Значит, головные уборы сейчас спущу в прихожую. Это, я вам сказала, разбирала лишний комплект постельного белья, который я хочу отдать. Далее, здесь сложила сумочки. Это все уберем на хранение. Ну и тут осталась у меня обувь. Я сейчас ее спущу вниз. И вот стирка. Стирку сейчас тоже уберу. Мне нужно будет вот там наводить порядок, все разбирать. Я разберу свои вещи Лешина. Ну а девочки будут убирать уже свою одежду. Девочки, ну и, конечно же, в этом видео я хотела бы сказать слова благодарности просто каждый из вас за поддержку, за доброе слово, за понимание, за пожелание добра, сил. Огромнейшее спасибо. Невероятное какое-то количество комментариев под прошлым видео. Я, естественно, физически не могла все просмотреть, все прочитать. Но то, что я видела, это 99,9% слова поддержки, понимания. Да, Машулька? В общем, записываю это вместе с Машей обращение к вам. Еще раз просто огромнейшее вам человеческое спасибо. Вы невероятные силы, это невероятная поддержка. Особенно мне запомнился один комментарий, мне кажется, который, в принципе, отражает всю вашу позицию, что, Катя, столько лет вы дарили нам красоту, тепло, улыбки, уют, что теперь просто каждая из нас, она с тысячи вас обнимает и поддерживает. Девочки, громнейшее спасибо. И знаете, читая комментарии ваши, я просто вот четко понимаю значение выражения, что подобное притягивается к подобному. Насколько у меня умная, интеллигентная аудитория. Мое просто восхищение каждым из вас, каждым моим зрителям и подписчикам. Огромнейшее вам еще раз человеческое спасибо за поддержку, за понимание. Люблю, ценю, дорожу каждой из вас. Сейчас хочу навести порядок в своих устройствах. Тут камеры, наушники, микрофоны. И сейчас вам покажу, что для этого использую. Мне очень понравилось, вот уже часть проводов организовала, дозаказала эти штучки и сейчас буду организовывать остальную часть. Смотрите, покупала на маркетплейсе вот такие вот стяжки для проводов. Очень удобные, они с тверстиями, ну то есть многоразовые, не как обычные стяжки. И вот насколько хватило, столько проводов вот так стянуло. Получилось очень аккуратно, мне понравилось. Поэтому дозаказала еще. И вот провода, которые у меня есть, сейчас тоже я таким образом их все перемотаю. То есть, знаете, когда вот ищешь нужный разъем, здесь сразу все видно. Классная штучка, стоит недорого. Я думаю, у каждого в доме много-много разных вот таких вот проводов. Где-то есть на самих проводочках вот такие вот стяжки. Но не везде, далеко не везде. Поэтому решила все организовать. Потому что, знаете, когда это вот просто лежит, такой кучей прям змеиный клубок какой-то. Ищешь, не можешь найти. А сейчас все будет аккуратно и легко можно будет в таком количестве проводов ориентироваться. У меня их вообще много. Да мне кажется, вот сейчас какой гаджет не покупаешь. Это не обязательно что-то там для съемки или телефона. Даже какие-то бьюти-гаджеты. Везде идут вот такие вот проводочки. Поэтому сейчас буду все это стягивать и организовывать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Девчата, это утро уже следующего дня. И я сейчас буду наводить порядок в ванной комнате. Но такой же поддерживающий. Единственное, только наведу порядок вот в этом стеллаже. Потому что по приезду я, конечно же, быстренько тут почистила сантехнику, почистила унитаз, пропылесосила, помыла пол. Но все равно за несколько дней пол нужно по новой пылесосить, нужно по новой его мыть. Ну и сантехнику, соответственно, тоже буду чистить. Поэтому сначала разбираю комод. Сейчас аккуратненько тут заполню. Пеленки, подгузники машины, трусики, подгузники, разные гигиенические средства. И просто протрую его от пыли. Потому что в ванной комнате у нас тоже частенько открыто окно. Комод стоит совсем рядом с окном. И пыль, хочешь не хочешь, а все равно быстро здесь скапливается. Заодно хочу перебрать контейнеры, убрать лишнее, ну выкинуть там, допустим, полупустые какие-то дозаторы. Вот тут у меня для жидкого мыла пакет остался там совсем чуть-чуть. Я сейчас выдавлю мыло и просто выкину. Вот скажите, вы так же любите заканчивать продукты? Вот знаете, когда остается совсем чуть-чуть, и ты его доиспользовался за пустую баночку. Ой, я обожаю. Когда продукт остается совсем немного, поскорее его закончить, чтобы выкинуть. Не знаю почему, что это за петиш такой, но в общем у меня так. И вот в этом контейнере у меня хранятся какие-то гаджеты, типа там ирригатора, зарядки для зубных щеток, щипчики мои. Тоже лишние провода убрала, выкинула. А вот в коробочке, где запасы косметики хранятся, у меня там два геля для душа. Я помню, знаете, на волне санкций, что все уходят. Я там нахватала мужу каких-то гелей для душа. Они до сих пор стоят. Прошло уже столько лет. Никто ими не пользуется. Я вот думаю, может быть, тоже уже достать и отдать в добрые руки людям, которым этот гель для душа будет нужнее. Вообще какое-то такое, знаете, настроение расхламляться. Ну сейчас мне, конечно же, будут писать. Сначала накупит, потом все выкидывает. Ну да, вот так вот у меня. Что ж теперь? Теперь нужно выбросить мусор, вставить чистый мусорный пакет. Ну мусор у нас, конечно же, очень быстро копится. Плюс я тут какие-то косметические средства выбросила. Конечно же, подгузники, памперсы. Все это тоже объемное, занимает много места. Но ведро, знаете, здесь специально у меня небольшого объема. Ведро, по-моему, у меня еще от из Икеи, чтобы много не копить. И каждый день я, в общем, выбрасываю мусор, чтобы никаких ни запахов, ничего не было. Не думаю, вы меня поняли. И еще накануне я помыла пылесосы. И ручной пылесос, и робот-пылесос, и пылесос, который у меня и моет, и пылесосит. И швабра, в общем, помыла тут все устройства для уборки. И спрашиваете, что лучше, Катя, какой взять пылесос? Знаете, мне кажется, робот-пылесос идеальный. У вас нет, и вот он там убирается. Или у вас нет маленьких детей. Это вообще классная вещь. Особенно если он еще моет полы. Просто для ежедневной уборки супер. Если у вас маленькие есть дети, и нужно убирать по месту, потому что у нас постоянно какие-то крошки что-то рассыпали, после завтрака, после обеда, после ужина все это пропылесосить, то вот такой ручной пылесос, это тоже незаменимая вещь. А пылесос, который и пылесосит, и моет полы, тоже, вот знаете, под ваш жизненный сценарий. Что вам больше нравится? Если вам нравится больше самой убираться, потому что ручным пылесосом, даже с мойкой пола, вы уберетесь быстрее, чем это сделает робот-пылесос. Берите его. Кто-то жалуется, что они начинают пахнуть. Они будут пахнуть, если вы не будете промывать их после уборки. То есть это недостаточно просто включить автопромывку. Нужно все это выливать все равно, просушивать, снимать швабру. В общем, такое тоже хлопотное занятие. Просто какой гаджет вам удобнее, тот и берите. Никто лучше вас не знает, как выглядит ваш день, как выглядит ваша рутина. Но тут, я думаю, более-менее по функционалу можно понять, что для вас больше подходит. Промываем машульки на коврик, потому что тоже там, особенно в швах, пыли, крошки, грязь копится, надо регулярно его промывать. Складываю ее в полотенце. Вчера купали, вечером вешаю на крючок, она высыхает, и с утра возвращаю на место. Протираю пыль на полочке. Сейчас почищу унитаз. И нужно будет не только помыть пол, а пропылесосить. Вот, например, мне в спальне нравится пользоваться либо роботом-пылесосом, который моет пол. Но это нужно все поднять с пола, сделать идеально чистое напольное покрытие. То есть убрать Белькину лежанку, поднять все стулья. Иногда у нее просто лень. Ну или нет возможности. Маши капризничать. Тогда я могу вместе с ним быстренько пропылесосить пылесосы вместе, которые моют еще пол. Очень удобный. У меня, кстати, вот этот БиКью, он мне приходил на рекламу, на обзор. Но он такой стилевый, классный, и хорошо справляется со всем, что я им пользуюсь с удовольствием. И вот, знаете, многие пишут, что сейчас так много рекламы. И не только мне. Я это вижу у многих-многих девочек, что непонятно, чему верить, чему доверять. Девчата, мне кажется, вот если вы видите, что там блогер вам показал что-то, и дальше он пользуется этим в своей жизни, значит, ему действительно средство понравилось. Или, может быть, он взял на рекламу действительно классная вещь, и кому-то она будет актуальна. Но в его жизненный сценарий, да, вот быт, это не вписывается. Вот так. В общем, смотрите, обязательно всегда читайте отзывы, потому что, ну, всякое бывает. Блогер может прийти, даже если он сам заказывал с маркетплейса, классный товар, а в отзывах будет что-то, ломается или еще что-то. И блогер это не специально как-то от вас утаил, но просто у него действительно вот так. Или, может быть, мало времени протестировал. В общем, на сегодня буду свое видео заканчивать. Огромнейшее спасибо, что провели это время вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии, поддерживайте меня пальчиком вверх. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok